Сирийская война может оказаться настоящим инкубатором для террористов. Согласно сообщениям Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, в конце августа 2013 года в Оргарской области Кыргызстана была задержана группа боевиков, планировавших совершение террористических акций в городах Бишкек и Ош. В задержанную банду входили гражданин Казахстана и двое уроженцев Кыргызстана. Все они до своего задержания успели повоевать под знаменами террористических группировок против правительственных сил Сирии. Там же они прошли и обучение. Ни представители ООН, ни Москва, ни Вашингтон уже не могут предложить четкого плана окончания войны на Востоке. Зато такие планы есть у фундаменталистов. Может быть, единственное, кто знает, что делать, это вот эти сторонники Аль-Каиды, исламские фундаменталисты, потому что они однозначно настроены на победу. И все в этом смысле, кто стоит на пути у них, это враги. Либо нынешние враги, либо завтрашние враги. Рано или поздно, но война закончится. И сегодняшние наемники, в том числе и стран СНГ, вернутся домой. Но пока они оказывают интернациональную помощь своим соратникам в Сирии. И им здесь рады. Что вы хотите от сирийских людей, чтобы они стояли вот так и погибали, они прибегают к помощи любых государств. Война из войны. Борьба, надо иметь помощь. А как можно воевать без оружия? Представители сирийской оппозиции пытаются всеми способами убедить весь мир, что никакого отношения к террористам они не имеют, но признают, что экстремисты, на удивление, слишком хорошо вооружены. Это все экстремистские группы, которые не имеют никакого отношения к сирийской свободной армии и к умеренной оппозиции. Как ни странно, у них финансы огромные, у них оружие огромное, тоже большое количество. На то, чтобы восстановить мир в Сирии, уйдут годы. За это время, как показал опыт Афганистана, вырастет целое поколение профессиональных бойцов, готовых отстаивать свои принципы не в парламентах, а в уличных схватках. Максим Черепанов, Максим Фоменко. Специально для телеканала 1612.